Всем привет, с Вами Юлия и мой факультет рукоделия. В этом видео предлагаю поговорить о самой популярной схеме топа из интернета. Если набрать в любом поисковике запрос «Топ крючком», то обязательно в поисковой выдаче Вы увидите эту схему. Я решила связать такой топ, а заодно записать свои пояснения для тех, кто только начинает вязать. Более того, я сделала подробное текстовое описание, и его Вы можете получить бесплатно по ссылке внизу под видео. Для начала поговорим о том, что нам понадобится для вязания этого топа. Во-первых, нам нужен будет крючок. Я вязала крючком 2 мм, но так как пряжа достаточно толстая, можно взять крючок 2,5 или даже 3 мм. Как всегда, однозначных рекомендаций я давать не буду, а посоветую Вам связать образцы разными крючками и выбрать тот размер, который наиболее подойдет именно Вам. Еще приготовьте крючок с меньшим размером, чтобы заправлять хвостики нити. Во время вязания нам понадобится несколько маркеров, сантиметр для измерения и ножницы. И теперь давайте поговорим о пряже. Я для своей работы выбрала ниточки Begonia от YarnArt. Вес мотка 50 грамм, а длина нити 169 м. По составу это 100% мерсеризированный хлопок. Производитель рекомендует использовать спицы 3 мм, а крючок аж 3,5 мм. Поэтому вяжите образцы и вычисляйте размер крючка в соответствии с Вашей плотностью вязания. Номер цвета 15, и на том сайте, где я его брала, он называется Какао. В описании оставлю ссылку на эту пряжу, чтобы Вы могли увидеть, какое количество оттенков представлено в этом магазине. И теперь поговорим о том, как вяжется топ. У меня уже готова верхняя часть, и я сегодня не буду показывать, как вяжутся столбики, а просто расскажу на что обратить внимание, когда Вы будете его вязать. То есть Вы скачаете себе описание и вместе с описанием мои пояснения станут для Вас понятными. Топик будет завязываться на шее и на спине. Для этого мы должны добавить к схеме завязки. И вначале набираем цепочку из 300 воздушных петель. Затем набираем 3 воздушные петли подъема и вяжем один ряд столбиками с накидами. Таким образом у нас получилась длинная веревочка для будущей завязки. Дальше нам надо перейти вот в это место для начала вязания самого топа. И чтобы лямочки не отличались по ширине, начало ряда провязываем соединительными петлями и всего по описанию во втором ряду идет в начале 90 соединительных петель. Дальше делаем 3 петли подъема. И вот в этом месте пропускаем две петли, в описании я так и указывала пропустить две петли. Дальше вяжем столбик с накидом, сколько их Вы увидите в описании. Далее пропускаем 4 петли и в центре между столбиками вяжем первый элемент узора. Предварительно я считала все столбики первого ряда и нашла центр. Здесь у меня для самопроверки висит маркер. Затем снова пропускаем 4 петли и вяжем столбики с накидом. Количество берем из описания. В конце ряда пропускаете два столбика и последний столбик вяжется вот так под углом, чтобы боковая сторона топа была ровной, без уголков и ступенек. Начинается следующий ряд. Снова набираем три петли подъема, пропускаем две петли и в третий начинаем вязать столбик с накидом. Здесь по количеству у Вас должна остаться недовязанная одна петля. Вяжем по описанию центральный узор, снова пропускаем одну петлю и продолжаем вязать столбики с накидом. Итак, вяжем дальше, в описании я для Вас все столбики, полустолбики и воздушные петли уже посчитала и Вам остается только взять и связать. Когда Вы возьмете в руки крючок и начнете следовать моему описанию, Вы поймете, что сложного здесь ничего нет. Главное внимательно считать то, что Вы вяжете. Смотрите в описании, сверяйтесь со схемой и все будет понятно. В итоге у Вас получится очень красивый топ. Смотрится на теле он просто шикарно. Смотрите дальше, вверху схемы по краям идет по два столбика. Я здесь провязала три столбика с накидом и мне кажется выглядит это более завершенно. Дальше провязываем последний двадцать пятый ряд столбиками с накидом в каждую петлю. От уголка набираем сто воздушных петель для лямки. В обратном направлении провязываем ряд столбиков с накидом. Вот здесь в четвертый столбик двадцать пятого ряда делаем присоединение и в уголке у нас получается все ровно и красиво. Нет никаких лишних соединений нити и нитки не надо заправлять. Дальше по верху топа провязываем соединительными петлями сорок две петли и вяжем их за одну полудольку косички. Вот здесь лямочку мы присоединяем за две полудольки петли, а дальше двигаемся за одну полудольку. Вот в эту петлю провязываем соединительную петлю снова за две полудольки для крепости и вяжем сто воздушных петель лямочки. В следующем ряду провязываем столбики с накидом и вот тут в уголке присоединяемся соединительным столбиком. На этом верх топа у нас готов, обрезаем нить, делаем узелок и при помощи крючка меньшего размера прячем хвостик нити внутри ближайших столбиков. Дальше будем вязать нижнюю часть или юбочку топа. Для начала я установила маркеры. Да, сейчас нужно будет снова немного посчитать. У меня установлен один маркер по центру и два по краям. От центра до крайних маркеров у меня одинаковое количество столбиков. А расстояние между крайними маркерами должно быть равно обхвату под грудью. У каждого оно индивидуально, здесь берите свои размеры. Начало юбочки мы будем вязать поворотными рядами для того, чтобы получился разрез на спинке. Дальше вязание мы соединим и чуть позже покажу, как все должно получиться. Затем вяжем по описанию. Напоминаю, что получить его Вы можете, перейдя на мой сайт и оставив там свой адрес электронной почты. Ну а мой готовый топ выглядит вот так. Ажурный узор юбочки получился легким и воздушным. В таком топе в самый солнечный летний день будет не жарко. Кстати, в описании я советую сделать расчеты так, чтобы пучок столбиков узора совпал с центром. Тогда это будет выглядеть вот так. Если у Вас центры не совпадут, то визуально все будет выглядеть перекошенным. Согласитесь, это не очень красиво. Вот так выглядит разрез на спине. Здесь каждый отсчитывает по своему размеру нужное количество столбиков и начинаем вязать узор поворотными рядами. Далее узор соединяется в единое полотно между пучками столбиков. Как везде, вяжем воздушную петлю и дальше можно вязать по кругу, не разворачивая работу. Но чтобы получилось все ровно, без перекосов, советую в каждом ряду разворачивать вязание после трех петель подъема. В конце работы хвостик нити прячем в ближайших петлях или столбиках. У меня он уже спрятан, осталось его обрезать. На спине топ будет завязываться на завязке. И если Вы все правильно рассчитали, он будет плотно прилегать под грудью. Верхняя часть топа и ажурная юбочка тянутся, а на уровне завязок растяжение почти отсутствует, потому что в этом месте у нас наборный край и он не тянется. Давайте сосчитаю, сколько рядов у меня провязано на юбочке, потому что точно будете потом спрашивать. Итак, 17 рядов, а по длине это почти 14 сантиметров. Надеюсь, мое описание было для Вас полезным, вяжите с удовольствием и самое главное, желаю Вам находить время на свое увлечение. В комментариях жду Ваши вопросы и отзывы, подписывайтесь на канал и ждите новые мастер классы. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока.